В Сарове прошла студенческая неделя для учащихся медицинского колледжа, политехнического техникума, физико-технического института. Молодежь приняла участие в таких мероприятиях, как квест «Ночной дозор», студенческая олимпиада, добровольческая акция «Снежный десант». Мы принимали участие в игре, которая называется «Ночной дозор». Это квест определенный, по которому мы проходили по подсказкам, по определенным точкам, загаданным другими учебными учреждениями. Задания были разные, были и подсказки на логику, были и фотоподсказки, и видеоподсказки, которые нам предстояло разгадать. В соревнованиях по волейболу между студентами заняли первое место, обыграв команду политехникума и медицинского колледжа. Спортивные, добровольческие и интеллектуально-развлекательные события студентам запомнятся на долгие годы. Идея провести такую праздничную неделю – общая инициатива студенческого актива, молодежного центра и департамента по делам молодежи и спорта. Это была неделя студенчества. Мы решили, что одним днем студента ограничиться невозможно. И столько было предложений от ребят, что хотелось воплотить их все в реальность. И поэтому мероприятия растянулись на неделю, но это было разнообразно, это было интересно и это было молодежно. Кубок победителя студенческой спартакиады вручили Саровскому физико-техническому институту. Команды одержали победу в трех из четырех номинациях – в мини-футболе, в женском волейболе и в баскетболе. И победителем в пятой студенческой спартакиаде становится команда Саровского физико-технического института. Крутые, молодцы, фотографии на память. По итогам квеста «Ночной дозор» наградили две команды – физико-технического института, как самых быстрых студентов, и политехнического техникума за самый близкий разгаданный финальный шифр. Ульяна Скородумова, Константин Островский, Кирилл Новикевич. Служба новостей Саров, 24.